Всем привет друзья! Сегодня я хотел бы вам представить обзор модели новинки от компании ICM в 48 масштабе модели самолета И-16 тип 28. Модель нашего советского истребителя времен начало Великой Отечественной войны. Применялся данный самолет до примерно 43 года судя по записям которые смог найти, что был зафиксирован полет нашего аса, что в 43 году он сбил двух немецких асов на данном самолете. На новейших в то время самолетах они летали Focke-Wulf 190 Поэтому довольно-таки хороший, можно сказать, такой самолет прославленный. Ну что, приступим, друзья, к обзору. Первое, что мы видим, это у нас красочный буксарт, очень хороший. Коробочка у нас, вверх у нас получается, снимается коробка, и тут у нас коробка. коробка из полотного картона. Далее в коробке у нас один пакет с литниками, инструкция и декали. Декали сразу скажу, установимся на декали. Декали выполнены на новой бумаге. Последние модели, которые я собирал, все декали переводились просто отлично. Вот такие у нас декали. Далее у нас инструкция. Первое, что у нас, это инструкция выполнена в виде журнала формата А4. Первый лист у нас глянцевый, все последующие листы идут матовые. На первом листе у нас описание самолета на русском и английском языках. Также у нас идет рекомендуемые краски для покраски данной модели в палитре цветов. Левел и Тимье. Ну, если кто-то фотообзора не дает, я вам вот так вот покажу, что покупать, кто вдруг захочет сразу. Вот такие цвета желательно приобрести. Давайте посмотрим далее. Далее мы открываем. Это у нас описание линейков. Далее у нас пошла сборка самой модели. У нас получается нижняя плоскость крыла. Далее у нас идет сборка внутренних частей кабины. Соединение двух деталей получается фюзеляжа. Установка фюзеляжа на крылья. Далее у нас идет сборка двигателя. Судя по инструкции можно сделать вывод, что двигатель достаточно детализированный. Далее у нас также идет сборка двигателя. Так, тут у нас капот и получается, наверное, можно сделать открытыми, потому что судя по инструкции здесь, по фотографиям, получается внутренности двигателя у нас будут открыты. И кто, может быть, будет делать диораму, пожелаю делать, имейте ввиду, что капоты можно будет сделать открытыми, чтобы были видны внутренности. Далее сборка, установка шасси. И у нас уже окончательный вид модели. Далее на последнем листе у нас варианты окраса. Окраса у нас дано, получается, три варианта. Ну, декали, соответственно, у нас даны на три варианта. Это первый и второй варианты, варианты сразу. Это у нас И-16-28, 45-я авиационная дивизия. Южный фронт, район Одессы. Конец июня 41-го года. И второй вариант декали, это у нас Северный флот, август 41-го года. Далее приступим к обзору литников. Как я сказал, у нас в коробке у нас один пакет с литниками. В коробке у нас получается два литника и литник с прозрачными деталями. Приступим к обзору литников. Так, хочу сразу заметить, тут, да, замечается. У нас сейчас уже видео, сразу покажу. Очень интересная деталь, а именно такую. У нас в приборной панели, ближе покажу, есть отверстие. И приборная панель у нас получается прозрачные детали, они вставляются сюда. Имитация, получается, приборов интересная. Что-то тоже понравилось очень. Уже на авиации, получается, на 48-м масштабе. 7 делает везде уже, по-моему, такие. Далее. Толкатели у нас находятся внутри. Мелкие детали пролиты все хорошо. Облоя нет, ни долевого. Нет, ни тяжа, также нет. Данный литник у нас, ну, как я сказал, толкательный находится на внутренних частях элементов. Раз я что-то уже взял, покажу сразу литник с прозрачными деталями. Здесь у нас получается остекление, приборная панель и у нас тут прицел. Прозрачные детали выполнены хорошо. То есть, пластик прозрачный отличный. И еще один литник, это у нас детали фюзеляжа, крылья, шасси. То есть, такие крупные детали. Мелкие детали все у нас получились на этом литнике. На данном литнике у нас также все хорошо. Мелкие детали пролиты. Хорошо, ни долевых нет, тяжа нет. Толкатели у нас находятся на внутренних частях элементов. Вот, на этом еще можно сказать, что хорошо сделаны, как получается, происы полотна, что ли правильно назвать. Интересно выполнено. То есть, довольно-таки качественные. Поэтому, любители 48-го масштаба, советую приобретайте модель вышлого осиема отличная. Ну вот, на этом, друзья, я хотел бы закончить обзор данной модели. Модель, данная модель будет вестись в стройку у нас в группе. Фотообзор, ссылка на фотообзор будет в комментариях под видео. Ну все, всем спасибо, пока. Поехали.